Девушки отдыхают И если сейчас многие любят тестировать возраст, расспрашивая о том о Готче Тетрисе и предлагают найти связь между кассетой и простым карандашом, то о чем будет спрашивать поколение, рожденное после 10-го года? Назовите мне, пожалуйста, основные термины трендологии. Тема сегодняшнего урока – хайповые слова. И первое слово – тренд. А какие слова знаете вы? Хайп! Сашква! Эшкере! Про! А вы, оказывается, подготовлены. Волосы, конечно, у тебя трендовые, но одежда так себе. А ты? Ну, красавчик. Хей, гайс! У меня все найс? Мы танцуем под минимал? Да-да-да, ты красивая. Я смотрю, а вы шарите. Общепринятый факт. Дети впитывают информацию, как губка, а еще они очень хотят повзрослеть, поэтому неудивительно, что редко можно встретить ребенка, поющего песни о зверюшках. Меня не пугают, ни воды, ни ветер, плыву я кедит, сын и мальчик на свете. Хотя нет, песни о зверюшках, конечно, есть, только о других. Дети все повторяют за взрослыми, и порой это лучший компромат на родителей. Достаточно буквально пять минут посмотреть на малыша, чтобы узнать, что он видел. Следы преступления убираешь? Ну? Будем говорить или будем в молчанку играть? Скрывать следы преступления – это, возможно, и полезный навык, но чаще дети все-таки повторяют творческие подвиги. И иногда копия даже превосходит оригинал. В своем стремлении быстро повзрослеть дети серьезно преуспели, и неудивительно, что они управляют миром. Ведь уже с рождения ребенок способен быстро разрешать конфликтные ситуации, разбираться в психологии, да и в целом размышлять логичнее, чем взрослый и замученный дядька. Говори папу, чтобы он меня в зал отпустил. Папа, ты же не ходишь, чтобы она была толстая? На самом деле границы просто стерты. Уже нет никаких различий между детьми и взрослыми. Ведь в любой социальной сети, по сути, и те, и другие занимаются одним и темой. Уровень распространения этого вируса достиг критической отметки. Со мной что-то сделали. Возможно, я уже нечего. Ну, конечно, не все дети следуют за трендами. Всегда есть те, кто не любит делать селфи и вообще фотографироваться на детских вечеринках. И именно их лица особенно искрятся счастьем в этот момент. Примерно так сейчас чувствуют себя все 30-летние, когда попадают в компанию, где все слушают фейса. Вроде и пытаешься влиться в тусовку, но выходит... Но не будем утрировать, потому что последние 10 лет подарили нам много приятных трендов. Например, чтение. Мы читоводы читаем. Много-много-много-много-много. На природе читаем, везде читаем, читаем. Вот-вот, смотрите, как читаем. Вот так читаем. Но вернемся к главному вопросу. Какими они будут в свои 30? И знаете, думаю, тут очередная грань исчезнет. Никакой разницы уже не будет. Особенно, если ребенок вырос на севере. Ведь тут, помимо прочего, учат не искать причины, по которым нельзя чего-то добиться. Здесь привыкают искать возможности. Посвящается всем полторашкам. Молодец! Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.